Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Почетный оленевод живет в Тиманской тундре. Оленеводу из ПК Индиго Федору Белугину первому в регионе присвоено профессиональное почетное звание Почетный оленевод Ненецкого автономного округа. Награждение прошло в рамках празднования Дня оленя. На берегу реки Белая, где традиционно встречаются бригады оленеводческого хозяйства, чтобы отметить профессиональный праздник, выступили артисты, прошли соревнования по национальным видам спорта и подведены итоги производственного года. Час на вертолете от Наринмара до Индиги и еще 20 минут до стойбища. Здесь, на берегу реки Белая, у озера Чумовище, бригады кооператива Индига традиционно встречают День оленя. Сюда же приезжают жители поселков Индига и Баучейский. Многие из них когда-то работали в тундре, и для них этот праздник тоже любим. В начале августа солнце уже не жарит, комаров становится меньше, в тундре поспевает морожка. Накануне осенних просчетов, когда хозяйства будут оценивать количество и качество поголовья, можно немного передохнуть и подвести итоги прошедшего года. За прошедший год поголовье в бригадах СПК Индига сократилось. Затяжная весна, засушливое лето и болезни сократили стадо на 2000 голов. Наносят урон оленеводческому хозяйству и волки с бурыми медведями. Во время отела дикие животные гоняют стадо, что становится причиной выкидышей уваженок. Но оленеводы не переживают. Нынешний отел прошел успешно. В стаде подрастают оленята, а значит вскоре поголовье вырастет. Сейчас у тундровиков ответственный период. Олени должны нагулять вес, чтобы к убойному периоду повысить качество мяса. В этом году в основном категории была первая-вторая. В этом году убой проводился на двух убойных пунктах. Это села Нижнепеша, села Коткино. В Коткино мы забили три бригады, пешу и одну. Так как по времени и по маршруту очень далековато. Надо подстраиваться под каждое хозяйство, чтобы в сроке успеть. Каждый оленевод знает – от ловкости рук и меткости глаза зависит качество его упряжки. Поймать самого лучшего оленя в стаде – задача ежедневная. Но сегодня заорканить мишень как-то не получается. Как говорит судья соревнований Андрей Евтысый, оленеводы привыкли работать с движущейся мишенью. Каждый оленевод имеет минимум два тензея – кожаный и капроновый. Зимой хорошо использовать кожаный. Он не черствеет на морозе, а летом – капроновый, чтобы не повредить чувствительные рога оленей. Забота об оленях проявляется во всем. Так, в этом году до 300 метров сокращена протяженность трассы для гонок на оленях упряжках. По сухой траве тянуть нарты трудно, а после душного лета силы животных еще не восстановлены. Тем не менее, занять почетное первое место хочет каждый. У всех секреты свои, но общий один – передовой олень, который ведет всю упряжку, должен быть надежным. Подбирал рысака, но сей год он мне что-то подвел, как-то на рыси хотел выработать, но не подвел маленько. Ну, ты его учишь года три ему. Но он лет 10 – это самый такой максимум, чтобы он перед ним был хорошим. А все потом, ну, вот так, 8, 7, 8, 9 вот так. Вот самый такой хороший возраст. А потом все лучше. Он же как, ноги уже не те у него, старость, ноги болят. Он же постоянно тянет. У него же потом суставы все болят. В этом году соревновались 8 упряжек. Как говорят оленеводы, цифра вполне стабильная. С кадрами здесь проблемы имеются, но решаются. Без них хозяйству не выжить. Руководство кооператива ведет переговоры с соседними общинами и колхозами. Как результат – четыре нанятых оленевода из Омы и Неси. В этом году впервые в регионе двум оленеводам округа присвоено профессиональное звание «Почетный оленевод Ненецкого автономного округа». Почетное звание присваивается за значительные заслуги в сфере оленеводства, выдающееся достижения и высокое мастерство тем, кто проработал в округе не менее 15 лет. Одну из наград вручили Фёдору Белугину. Также сотрудникам кооператива вручили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, почетные грамоты Ненецкого округа и благодарственные письма от Союза оленеводов округа. Когда заслуженные награды получены, можно садиться к столу. Традиционный суп из оленины и голод утолит и восстановит силы после физических нагрузок. «Самое вкусное – хребет. Вот вы как. А варите, чем дольше, тем лучше, мягче будет. Ну, поставила я его в 6 часов утра. И вот получился такой вкусный суп». За миской супа и чашкой чая приходит долгожданное общение. День оленя – единственная возможность собраться за одним столом разным бригадам. Затем последуют просчеты, перекочевка на зимние пастбища, убойная кампания и долгая зима. Праздничную стоянку у озера Чумовище оленеводы покидают до следующего августа.